Мартышка и налог Мартышка, сидя в клетке, вдруг стать хомо сапиенс решила. Но ей знакомая ворона объяснила, что в люди понапрасну не берут. Мол, человеком обезьяну сделал труд. Тогда Мартышка, темя почесав, решила проявить свою смекалку. Огонь добыла и схватила в руки палку, и на стене остывшим угольком нарисовала профиль мамонта тайком. И даже с ветки слезла, чтобы на показ не выставлять уже Мартышкиных проказ. И напоследок, к изумлению своему, вдруг обучилась чтению и письму. Сидит и ждет, когда зарвение такое ей предназначат звание людское. В бесплодном ожидании дней идут. Благою вестью мнится ей любой из шорох. И вот однажды как-то поутру приносит почтальонша кенгуру Мартышке в сумке писем целый борох. От радости Мартышка наша в пляс. Но вот когда я те письма прочитала, а ей налоговая служба их писала, то пыл Мартышкин сразу поугас. Налоговый инспектор Воробей ей написал Порядки наши строги. Коль человеком стать решила, то скорее платишь по-человечие ты налоги. Плати налог за пользование клеткой, потом налог за пользование веткой, и не забудь платить налог за уголек и костерок. Мартышка, снова темя почесав, промолвила. Ну, раз таков устав, то я налоги мигом заплачу. Уж сильно человеком быть хочу. Очков с полдюжины Мартышка раздобыла, все письма вокруг себя любовно разложила, колдует с ними так и сяк. То к теме их прижмет, то их на хвост нанижит, то их понюхает, то их полижет. Налог не платится никак. Весь Божий день Мартышка провозилась, но так и ничего не получилось. В конце концов, измученный примат освоил в совершенстве русский мат. Узнав, что человеком быть себе дороже, и что ему уж не видать чудес, задул огонь, на ветку снова влез и корчил всем из клетки злые рожи. Ну что ж, читатель, вот и кончен разговор. Пришла пора моралей эпилогов. Чтоб человеком встать, пройди сперва отбор. Естественный отбор налогов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова